Это лаборатория плаката, поэтому здесь максимальное количество листов плакатных, которые сделаны к различным темам. Тут две глобальные темы – это музыка и театр. Театр – это магистры, а музыкальные плакаты в основном делали бакалавры. Поэтому здесь разные концерты с разной начинкой своей. Здесь, например, концерт «Лиди Ланч» приезжала в Москву и как раз в центре дома выступала. Пытался их спровоцировать таким заданием, как случайный графический символ, который я раздал индивидуально каждому. И этот символ мог не попасть в тему, мог совершенно быть случайным и идти в разрез тематики. И студент должен был справиться с этой задачей, он должен был оправдать существование этого символа, потом он должен был скомпоновать, сделать плакат, сделать композицию. И таким образом, как дизайнер, решить задачу глобальную. Что, собственно, видно по работам, потому что здесь есть неожиданные результаты, очень интересные, которые специально так не сделаешь. Нужно спровоцировать либо себя, когда ставишь себе такую задачу, либо это делает куратор, преподаватель. Поэтому здесь очень интересно наблюдать, как они справлялись с этой темой. Поэтому тут и появление в этой теме каких-то рисунков в виде бокала с капучино, либо это какой-то приемник аналоговый, который был сфотографирован, не помню где, по-моему, в Праге, на какой-то из витрин. Здесь появление каких-то персонажей в виде Биг Бена и зубов. Поэтому вот это вот интересно, когда неожиданно получаются такие штуки. И здесь очень много на этом курсе работ, которые мы делали вручную. Потому что изучали разные печатные техники, начиная от гравюрованных картоней и элементарным трафаретом, который резали в размер плаката. Ну вот, например, трафарет вырезан вручную в размер листа. На картоне, прямо в размер плаката. И фишка стояла в том, что сначала брали разные выключки шрифтовые, которые каждый студент, слушая музыку определенного типа, должен поставить выключку по ассоциациям от этой музыки. Вроде бы такое элементарное занятие, когда как будто каждый может это сделать. Но на самом деле выключек бывает много. Они не так сильно ограничены вариациями набора. Но надо было почувствовать, чтобы это соответствовало определенной музыке. И после этого нужно было вырезать эту выключку в размер плаката. И затем задуть окраской. И вот здесь вот как раз пошло такое творчество, достаточно активное, мощное. И вот здесь можно видеть вариации одного плаката, то есть задутый с одного трафарета. И коллаборации между студентами. Они начали пересекаться и делать вот такие межстуденческие решения интересные. Накладывая один трафарет на другой. Здесь вот это можно видеть. Поэтому очень интересный проект, потому что он, можно сказать, он мог бы быть до бесконечности... Бесконечно делаться, потому что вариаций может быть много. И чем больше делаешь, тем больше приходит в голову интересных идей. И печатные техники тоже принесли свой результат. Поэтому здесь... Вот можно дальше пройти. Гравюр на картоне делалось в размер небольшой, ну, примерно А4. Резали картон, клеили слоями, печатали. И это все шло в материал, шло в работу. Поэтому вот даже сбои, какие-то неточности, была задача найти в этом прелесть. Найти какой-то еще один шаг, который мог привести к плакату, уже к законченному листу. А потом вот этот А4 формат увеличивался, сканировался с хорошим разрешением и увеличивался в формат листа 100 на 70. И вот давал еще дополнительный эффект, потому что появлялись какие-то нюансы, какие-то мелочи, которые, допустим, стали больше, они, в общем, стали более видны. И вот это тоже было интересно. Поэтому на всех этапах вот такое проектирование было очень интересно. И каждый раз, начиная от печати или вырезания картона, все этапы были на всех стадиях, имели какие-то маленькие открытия. Ну и у магистров тоже было много интересных заданий. Это театральная тема, которая, значит, вылилась в серию плакатов. Ее мы начинали еще в первом модуле. Вот здесь получила продолжение. И вот каждый должен был найти себя в этой серии и каким-то образом понять, что плакат – это все-таки больше такая авторская личная тема, когда дизайнер сам переживает, проводит через себя, пропускает через себя вот то, что он видит, допустим, в театре и как он должен спроектировать плакат, который будет говорить о том или ином спектакле. Вот это вот тоже очень важно. Поэтому здесь можно много находок, которые уже тоже такие зрелые. И вот, например, в этих трех плакатах такой стиль, собственно, который, наверное, близок к какому-то непрофессиональному способу, когда это не совсем рядом с дизайнерской профессией, но это найдено в каких-то, допустим, приемах, которые делают люди, верстая объявления и тому подобные вещи. И это приведено в стиль и создано уже в виде серии плакатной, в каждом листе есть какие-то интересные вещи. Вот. Ну и очень интересный проект, который мы делали. Рисовали вручную листы плакатные в размере, когда плакаты, значит, печатались с валика. На валик было наклеено изображение, символы, которые студенты должны были придумать. И, соответственно, эти символы должны были спектаклю. Потом этот валик катался в краске и прокатывался по какой-то определенной траектории у каждого по плоскости плаката. Вот. Потом плакат надо было дорабатывать руками, либо рисовать карандашом, какой-нибудь графической техникой, которая бы соответствовала этой графике, которая накатывалась валиком. Вот. И самое интересное в этих плакатах были еще компьютерные версии. То есть есть версии оригинала, так называемые, исходники, которые сделаны полностью руками. Потом они фотографировались и пропускались через всевозможные фильтры и приемы, когда можно было еще дать одну трактовку через компьютерные возможности. Поэтому там использовались какие-то сверхшарпинги, фильтры, уконтращивание и тому подобные вещи. Поэтому это было тоже очень интересно. И у некоторых плакаты получились даже совершенно другими, не такие, как были исходными, в исходной форме. Спасибо. 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 Спасибо.